привет ребят всем как настроение у вас так вижу диаспора из-за рубежа очень активно подключается так кто-то пишет что в фейсбуке нет трансляции нет я с айпэда вышел фейсбук с айфона вышел в одноклассники ребят не хотел отнимать во время ваших отпусков во время жаркого лета хотя кто-то сейчас и работает в это время не хотел отвлекать вас но читаю молдавские новости вижу какие какие новости распространяют сми плохотнюка и те кто у кого он там подкармливает вижу в этом же сексе участвует некоторые сайты социалистов что вот в бельцах с криками ура задержали работницу примарей пишет функционар публик госслужащий взятка значит задержали за взятку за взятку в 500 лей значит меня конечно я разобрался в ситуации значит узнал что там на самом деле произошло до в течение последних лет так как мы являемся реальной жесткой оппозиции в адрес товарища плохотнюка и и все это и шоу буду вместе с которого руководит страной значит наших многих провоцировали в том числе и примаров заслали подставных лиц говорили ну уже зайди хотя бы брось кому-то в ящик но у них это не получалось значит первое значит работника которые сегодня задержали это не госслужащий это работник муниципального предприятия значит далее она не является сотрудницей управления архитектуры как сказали да есть архитектурное бюро муниципальное предприятие которое сегодня занимается тем что кому-то планирует делает проект гаража кому-то дома кому-то перепланировку квартиры и так далее я неоднократно говорил о том что это я говорю про наши внутренние совещания бельцы что поэтому предприятие у меня есть определенные вопросы потому что получается что архитекторы работники этого муниципального предприятия они работают и на муниципальном предприятии также они работают как частные лица потому что если госслужащий не может работать и в примарии и параллельно иметь там свою какую-то частную лавочку то в случае с муниципальным предприятием это возможно то есть они работают и на муниципальном предприятии и И там в какой-то компании. Что мне не нравится в этом муниципальном предприятии, потому что получается, что часть проектов они проводят через премарию, часть проектов они реализовывают вместе с частными компаниями, с которыми они работают. Значит, данная женщина, да, я сегодня ни в коем случае не поддерживаю любые взятки. Как бы нашим не было тяжело, все знают мою позицию на эту тему, я это никогда не приветствовал и оборолся с этим. И Бельцево у нас, что бы там плохиши сегодня не показывали по телевизору, самый транспарентный город в стране. И вот я узнал, что это работница муниципального предприятия, подчеркиваю. Значит, для того, чтобы не переделывать проект на газификацию, значит, решил там задним числом, ну это то, что я узнал, я не утверждаю на 100% что это так, значит, задним числом в 2014 году кому-то сделать перепланировку. Решил это сделать как частный архитектор. У нее нет контракта с этим человеком, которого как бы вовлекли сотрудники Чиня во всю эту историю. Значит, взяли сейчас на всю страну, показывают, что вот взятка, работница при Марии, 500 лей, публика уже начала там, пеналу фугар. Карелла, Москва, Шиатом, Примарии, МИТа, ШШМ, Эдипартии. Да, мне неприятен любой инцидент, связанный с городом, которым я руковожу, но сегодня говорят неправду. Они крадут миллионами, а тут на 500 лей, там, человек взял 500 лей, плюс пока еще не установлено, что это взятка. Потому что, если это так, как я понял, что она как частный архитектор, во вне рабочее время, в рабочее, пусть разбирается, значит, но этот заказ не прошел через муниципальное предприятие, и она там за 500 лей решила переделать кому-то проект квартиры. Ну, да, то, что делается это задним числом, это уже нарушение закона, и наши люди, байди кап лор, давайте говорить реально, химичат все последние 20 с чем-то лет, с сих пор, как мы стали независимым государством. Да, мне больно того, что у нас привыкли в стране, что без куска брынзы, без дой-куркань, как бы люди ходят, постоянно куда-то носят, что-то делают. Но я всегда с этим боролся, я буду продолжать с этим бороться. Но делать рекламу на 500 лей, ну, окей, пусть покажут еще два дня по телевизору, понимаете, что работник. Просто я хотел бы отметить, что это не госслужащие, ситуация совсем не та, которая не ее представляет. То, что плохотники и социки, курканчики, одуванчики, значит, начали из этого делать новость на всю страну, ну, понятно. Значит, я вам скажу другое, то, что они готовят на осень, на сентябрь, там, уже, я об этом как-то в лайвах говорил, это пока цветочки про 500 лей, значит, мне уже готовят одно убийство, там, в 90-х годах. Одно посвежее где-то нашли, там, в Кишиневе, из, ну, висяков нераскрытых. Значит, уже, там, во всю эту историю засунули, там, начиная Толю Рябым, там, бывший работник комиссариата полиции Бельц сегодня, там, по-моему, комиссар Санжирей. Вот это вы увидите, там будет кино, где там просто такой экшен из этого всего устроили, чтобы вы понимали, там, берут в тюрьмах интервью у тюремщиков, значит, берут в Бельцах интервью у наркоманов, там, вот, скажите, что усатый, там, в 90-х годах, там, что-то делает, и так далее. Посмотрим это кино, хотят этим, готовят перевыборы, хотят перевыборы и Бельцы, хотят, что-то у них там не все получилось по-тихому, как хотел Додон с Плохотником с этой смешанной системой, значит, поэтому, возможно, до Нового года досрочные выборы по старой системе, я не исключаю, я уже увидел, Додон опять вышел, там, ну, в Ажукатскую Фоку, в Ажукатцево Кукуркане и так далее, значит, уже на 24-е заявил протест, им не дали провести референдум, все правильно, ребята, он не собирался этот референдум проводить, потому что, там, в плане, у них основная ситуация была связана с Кишневым, значит, далее, увидите, для того, чтобы его почистить, отмыть от того, что он там, проект Плохотника, а Плохотнику, главное, через Додона и прочих карманных политиков на следующие выборы, при любой системе, значит, затащить туда максимальное количество депутатов, значит, я не исключаю этот сценарий, что выйдет Игорь, ну, презик наш выйдет, значит, будет шуметь, будет вот так махать пальцем, но в Ажукатскую Фоку и там кут-кудак, кут-кудак, Плохотник как будто испугается вместе со всем конституционным судом, и в результате этого, значит, у нас будут досрочные выборы, Игорь Додон выйдет победителем, который добился, который запугал власть, запугал олигарха, как бы, ну, заставил его уступить, только не понимаю, почему он так с ним не боролся, когда назначал Плохотнюковских судей, да, всех Плохишевских судей он назначает, начиная назначать и на короткие сроки, пожизненно, значит, тогда он с ним не боролся, то, что он сегодня видит там своего родственника, там, дальнего, по-моему, там, Гайчука, уже министром обороны, потом скажет, вот, президент обещал, президент добился, вот, мы забрали министерство обороны, ну, правильно, хоть на консервах, там, тушенка или там, потеудик куркан для солдат тоже может что-то заработать, понимаете, там, капает чуть-чуть в кишину газ, поделили рекламный рынок с Плохотнюком, судьи получились, раньше там только Плохотнюк давал команду каким-то судям, а сейчас, если кто-то там украс 4 мешка кукурузы или там 10 курей, тоже сможет к президенту обращаться, чтобы он как-то решал вопрос теми судьями, которые, которые как бы он назначал, понимаете, ну, и тут как бы будет карманное министерство обороны, понимаете, поэтому вот такая у них борьба, ведь Плохотнюк четко, я об этом говорил весной, хочу напомнить, значит, если прошла бы по-тихому смешанная, которую Плохотнюк запустил через Додона, значит, Додон будет поддерживать его людей в территориях, и эти байки, которые он рассказывает, что мы везде и в центре, и на севере, и на юге везде победим и так далее, да, он во многих, а Домодань, когда Додон победит, только затаскивать он туда будет людей Плохотнюка, потому что Плохотнюк сзади сидит с кипятеликом, ше, лакурканашком, шефризе, шарди, тем более, если, как бы, ну, шмаленые перья, вы представляете, там, какой душок там будет от всего этого, если они идут на досрочные, то этих людей, которые Плохотнюк готовил для Додона в одномандат, он их запихнет в Куркану список, понимаете, и потом мы будем слушать, ну, вот, олигархи, то, другое, послушайте, вы устраивает быть в оппозиции, как я говорил, жить кондрится, не надо бороться, не ругается, ходит с ними на дне свадьбы, на дне куматрии, я не буду трогать куматрии, я против там, никогда не обсуждаю ничьих там, любовниц, жен, детей и так далее, ну, когда на мероприятиях, они же все там, ребят, почему сегодня я за рубежом и нахожусь сейчас не в кабинете примарей, потому что в это время, когда был в Бельцах, я там находился, а нахожусь в изгнании, потому что я не пошел во всю эту их нунту, понимаете, они там все перецелованные, замаженные, зашкваренные, перемазанные и так далее, поэтому, естественно, зачем нужен тот, который начал сносить весь этот шалаш коррупции, который они там, знаете, вот как, реально, как ласточки, вот прям по веточке, по соломинке, вот складывали, строили, строили в течение нескольких десятков лет, естественно, им это не надо, вы понимаете, там, Игорь, вы видите, как он выходит, там, гувернареку партии, демократам, сипермит прям, мол, и бедный, как он бился за, как бы недоволен тем, что запретили пресс Драгозина, ребят, и Додон, и Плохотнюк сотрудничают с румынской социал-демократической партией, которая сегодня руководит Румынией, все знал, и Плохотнюк, и Додон, просто Додона эта ситуация устраивала с Драгозиной, объясню вам почему, потому что там стояли унионисты Плохотнюка, которые разыграли вот это шоу перед Плохотнюком, стоял ОМОН, который якобы там не должен был дать прорваться унионистам в ВИП-зал, и, представляете, прилетает Рогозин, нарывается на вот все вот это кино, и тут он прилетел по приглашению президента страны, а там карманный правый сектор Плохотнюка, потому что унионистов в Молдове есть разные, начинает там свистеть, это же для Додона позор, поэтому они пошли по ситуации, пусть лучше румыны как бы запретят, а вот Игорь Додон ждал, эх, не дождался, понимаете, изображает он, послушайте, поверьте, что и в Москве, где Игорь как бы пытается не устроить массу проблем, это про Додона, то есть он не воюет с Плохотнюком, он воюет со мной даже в Москве, там пытается организовать разные проблемы, значит, разного уровня неприятности, ну, понимаете, ну, просто больной человек, вот усатый ему во всем мешает, усатый угрожает, какой-то бред рассказывает, и на молдавских российских телеканалах, как я могу садиться за стол переговорами с человеком, который там хотел меня убить, я, по-моему, не помню, обсуждал о своем социальных сетях или нет, я через бизнесмена хотел узнать, а узнайте, как я его хотел убить, интересно же, там, он такие серьезные заявления делает, там, на всю страну, и да вот ты был, извините, когда ты был в лаве, там, на охоте, где ты вышел, сказал, что посадишь Додона с Плохотняком, там, в эти, в стеклянные колбы, за спиртуешь и будешь их показывать на уроке, на уроках биологии, или на лекциях по праве действия коррупции, там, в детских школах по всей стране, Додон это воспринял, как покушение на убийство, говорю, ну, он уже так одни раскричал, что я его хотел убить, когда НРТР Молдова сказал, что Додон будет сотрудничать с Плохшем, брошу ему чая два кубика карбида, да вы что, Ренат усатый угрожал Додон, вы поймите, что боится Додон, справа есть Плохотнек, есть Майя Санду, есть Андрей Анастасий, там, другие какие-то небольшие партии, и слева, как бы, Додон понимает, он увидел это в 15-м году, когда все, рейтинг нашей партии 3-4%, и вот, партия мертвая никакая, и т.д., и т.п., и там, бах, за месяц и неделю вернулся до местных, дали прикурить Додону, и в Гагаузии, на всем севере, он у нас не выиграл во втором туре ни в одном, ни в одном городе, ни в одном городе страны выбор. И сегодня мое возвращение домой, а вся страна уже поняла, кто реально борется с коррупцией, кто делает вид, что с ней борется, да, как это Игорь Николаевич делает, значит, ну, я же реально всех посажу, поэтому у меня сегодня проблемы, поэтому уголовные дела, да, у меня нет дел по коррупции, они все делают из меня бандитов, вот, в 90-х годах, посмотрите, там, пусть, главное, не ошибутся, когда делают про меня это, вот, чтобы случайно не написали начало 90-х, там, хочу им напомнить, что учился в школе, а то, ну, как-то уже, пусть рисует побольше, но вы понимаете, до какого абсурда дошла ситуация, он говорит, раздают деньги бахтерам, преподавателям их пытались купить, представляйте, чтобы про меня было, послушайте, я говорю, те, кто со мной учился, все знают, кем я был, все знают, чем я занимался, значит, то, что 90-е годы были сложными годами, самыми сложными на всем постсоветском пространстве, это факт, но всовывать меня в группировки, в угонщики, в грабители, в убийцы и так далее, ну, послушайте, ну, просто уже смеюсь над ними, понимаете, вот все, и Солнцевские хотят, оказывается, убить 10 лет плохотника, понимаете, хотели бы они его потерять, хотели бы они его потерять, потеряли бы уже ни один часовой мастер бы его не соврал, понимаете, то есть, ну, просто, то, что плохотник, я вам объясню ситуацию, плохотник пытался разными путями со мной разобраться, поэтому плохотнику, тем более, если бы со мной что-то произошло, бы устраивалась ситуация, что потом новосяк на публике, что вот, Солнцевская мафия ликвидировала там своего усатого и так далее, поэтому, как бы, вы являетесь участниками всего этого спектакля. Я обязательно вернусь в Молдову. Я неоднократно говорил, я говорил в 14-м году, поднимите мои все самые первые интервью, я понимаю, что это очень сложно. Меня договориться со мной о распиле страны, так как они всегда договаривались между собой, договорились сегодня, но, ребят, меня это не интересует. Поэтому я любыми путями, я буду бороться, я буду заниматься благополучием людей, близких для меня, да, я буду продолжать искать эти лазейки, доносить до всего мира, кто они такие, потому что поняли, кто такой Плохотнюк, поверьте, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Бухаресте. Просто в Бухаресте его же шайка-лейка, красноперых там руководит, понимаете. Поэтому так же по Додону не думайте, вот когда я вижу, там многие критикуют, что вот, как бы, русские неужели не разобрались, там, что вот, там, Игорь Гондон, то есть Додон, ну, там, наоборот, там оговорился, значит, ребят, все все понимают, понимаете, ну, кто-то там чирикает себе, чирикает, то, что пытаются русских обвинить в каких-то интересах в Молдавии, послушайте, если бы у русских был реальный интерес сегодня в Молдове, как там пишут некоторые СМИ, захватить русские танки и так далее, послушайте, не было бы Додона, президента, его бы даже не поставили бы председателем Каларажского района, если бы реально у русских был интерес, потому что, ну, с таким чумом пластилиновым, ну, что можно делать, ребят? То есть он может только выходить там, там, фотографироваться, там, может, этот, как, ему все давали понять несколько раз, я не буду, в отличие от него, там, называть сейчас какие-то фамилии, но у него было несколько встреч, где он уже понимал, уже понимал, что, значит, ну, отношение к нему, потому что так помпезно, там, первые разы приезжал, а потом там была, там, одна из самых важных встреч, Додону, там, встретили, там, с тремя такими печеньками, там, здрасте, рассказывает, он, правда, из этого, там, делает такой пиар, ну, послушайте, все, он достиг максимума, он входит в халате президент, он там же может сделать куматрию, он встречается с Путиным, Лукашенко, вот, с шейхами он договорился, что-то точно решил, там, под одеалом, там, продать по-тихому туркам, ну, там, наверняка, то есть, пошел в какую-то комбинацию, там, ему, там, сразу приняли решение ремонтировать здание администрации президента, я поддерживаю любые инвестиции в страну, только если это, через эту инвестицию не идет подкуп нашего колхозника, понимаете, потому что Дадон, тоже, вы поймите, Дадон, он не может воровать десятками миллионов долларов, для этого есть плохотник его команда, ему так разрешают, там украсть мешок яблок, там украсть, там, сто тысяч долларов на обоях, понимаете, то есть, вот это весь уровень, там, без носочков, понимаете, так же, как было во время коммунистов, там, все знали, там, что в Бельцах, там, на севере, по крайней мере, там, контрабас мяса, весь шел, там, через, через Игоря Дадона, ну, и там, он, там, с этого зарабатывал, там, 150-200 тысяч долларов в месяц, понимаете, то есть, вам рассказывают, там, помогают ему родственники, там, жить на зарплату и так далее, ну, послушайте, он только на, в курку свою, там, на ее шлифовку, рифтовку, этот, тратит больше, понимаете, он больше тратит, вот, там, он с там, с родственниками стрижется в этом, ну, в СМИ, по крайней мере, писали, там, всех стрижет в Десанже, но, я думаю, что президентская зарплата, как раз на стрижку, на стрижку им всем хватает, ну, я не считаю их деньги ни в коем случае, я горю тем, что был независимым от этих всех клиентов, понимаете, поэтому, как бы, их не устраивает, потому что, ну, да, наверное, усатый был бы сегодня ручным оппозиционером и ручным мэром города Бельцы, который держали бы под колпаком чиня, прокуратура и так далее, ну, послушайте, ну, зарплата 6,5 тысяч лет, понимаете, вот, я спросил, сколько там накопилось зарплаты, там, то, что были там командировки, там, с прошлого года брал, я говорю, послушайте, давайте сейчас решим подать это, там, этот, там, часть денег я отдавал животным, там, 100 тысяч лей перечислил сейчас из своего фонда, вот, на стерилизацию этих бездомных животных в Бельцах, значит, там, около 30 с чем-то тысяч лей она осталась, я говорю, посмотрите, куда, либо детям, чтобы что-то купить, отдайте эти деньги, там, не хочу, не хочу к ним прикасаться, поэтому сегодня наглый оппозиционер, которому нельзя зайти, там, ну, занести десятку, соточку и так далее, ну, все знают, даже мои враги знают, что, ну, обо мне могут они и рассказывать все, что угодно, ну, никто не может меня связать с какой-либо коррупционной схемой, даже самые ушлые работники Чиняя, прокурора, прокурора Плохотнюка, поэтому, ребят, значит, да, сложный период, да, люди тяжело выходили на протесты, вчера я увидел протест и у офиса Плохотнюка, и до Дона, и парламента, я увидел абсолютно разных людей, да, там были унионисты, там кто-то пытался пристроиться, но там были все, я видел абсолютно разные лица, я видел наших многих координаторов, ребят, каждый приходил со своей повесткой, то есть, главное, что объединено всех, это все против Плоходонов, понимаете, или Плоходонов, как они называются, понимаете, да, они борются с молдавским путанизмом, просто там право сектора, там своя оппозиция, у многих, у большинства, там абсолютно разные взгляды, послушайте, сегодня, надо сместить в Шарашкину конторы, дальше, как бы, ну, будет все нормально, все нормально, а да, вот спрашиваю, чем в ряд Дону Гелич, ну, Федор Гелич, я прочитал, мне дали скрешот, что он хочет обратиться к Путину, это, чтобы вы понимали, вот Додон его трудоустроил, там где-то рядышком с собой поставил, там, по каким-то вопросам, и вот Гелич обращается к президенту России, чтобы меня экстрадировали в Молдову, то есть, вот, вы понимаете, да, чем занимается Додон, его люди, они борются не с Плоходником, а хотят экстрадировать меня в Молдову, дальше в Молдавской тюрьме меня там отравят, там, дадут чем-то по голове, то есть, вот чем занимаются сегодня Додон, его люди, купить, развалить, уничтожить нашу партию в территориях, значит, Усатого, мы по-любому кончим, как говорит Додон, только клюв я боюсь, по-то самое, чтобы не сплавился, и вот, как бы, вот, вот, чем они занимаются, понимаете, потому что, видите ли, Усатый, оскорбляет, Додона, оскорбляет, весь молдавский народ, товарищ Гилич, я сам призывал голосовать за Додона, о чем очень жалею, да, потому что, вы понимаете, то есть, ну, просто путани решили дать шанс, но, послушайте, он пошел, не просто по рукам, он просто вот нырнул кому-то там, под капот, и как бы оттуда просто уже не вылезает, о чем говорить, сегодня большинство граждан страны, как бы, поняли, что, то есть, там, кто там, у кого там, кто там, посапывает, кто посасывает, во сколько, где, сколько, и так далее, о чем вообще говорить, то, что вы сегодня, пытаетесь достать меня в Москве, ну, послушайте, я ни от кого не скрываюсь, в России, а вообще ни от кого не скрываюсь, послушайте, то, что сегодня через бизнесмена, то есть, да, дон вместо, послушайте, вот общаешься с российской, там, какой-то, частью бизнеса, пусть открывает фабрики в Молдавии, будут решаться вопросы экспорта, я только рад был, нет, он со всеми решает, а вот там есть усат, а можно вы ему там устроите какие-то проблемы, так тяжело с ним, вот он недоговороспособный, как-то помогите с ним разобраться, и так далее, поедут донс, все рушения, он не говорит бизнесменам, ты, давайте как-то объединимся, вы там серьезные люди, многие миллиардеры, помогите разобраться с плохотником, он всем говорит, давайте разберемся, курканутая ваша мама, я, оказывается, в ситуации, коренной уве, так, я просто говорю, читаю комментарии в одноклассниках, ребят, и читаю на втором экране в фейсбуке, тут пишет, давай встретимся в Москве и решим, что делать, давайте, ребят, я уже говорил, многие очень написали, очень много хороших инициатив, я прочитал, в личных сообщениях, значит, пишите, я, нам реально нужно выстроить какой-то формат общений, может быть, реально встретим Доди, у него тут недавно не получилось приехать, правда, у него ближайшей осенью, в Сочи, если будет иметь, что сказать, потому что, то, что я сказал предыдущий три раза, уже все наизусть знают, значит, толку нет, поэтому мы найдем формат общения, я хочу поблагодарить пользу случаем всех наших активистов, ребят, кто участвовали в протестах, я хочу поблагодарить за порядочность наших ребят, Кишиневский активист, который был задержан на позапрошлом протесте, значит, и наш координатор из Львова, значит, ребят, спасибо, я как бы, там, обо всем необходимым, конечно, позаботился, но ребята сидели в тюрьме, да, ребятам было страшно, они попали туда первый раз, вы же понимаете, что эти там, ну, пытались показать, что это ад, для того, чтобы остальные боялись выходить на протесты, значит, сегодня продлили еще на 30 суток Феликсу Гринку, значит, они хотят, на примере Феликса, попытаться его осудить, чтобы показать всем, что вот, смотрите, вы все будете осуждены, будете сидеть, и так далее, и так далее, вот это тем, чем занимается бандитский режим, значит, наш прессик, который обещал, вы помните, значит, все политзаключенные, он же говорил, что наши все политзаключенные, у усатого, политического уголовного дела, потом и вышел, что и бандит, хотел, в том числе, его убить, ну, он просто негодяя, я вам объясню, что он сделал, так же, как, так же, как этот, значит, он поступил еще с одной ситуацией, сейчас вам ее расскажу, связанная с Советом безопасности Дадон, значит, мы обо всем поговорили тогда в Москве, ну, как бы, я буду бороться, вот депутаты, займемся тем, этим и так далее, потом он понимал, что даже плохиша судит кого-то из наших, то он, как бы, может помиловать, как президент, ему плохотнюк дал задачу, там, поругаться с нами, значит, Дадон в Москве обсуждал со мной, что, вот, как бы, так и так, ты сможешь возглавить Совет безопасности, будешь секретарем Совета безопасности, значит, будешь прорывать министра внутри дел, гемпрокурора, вот ты ему строишь и так далее, значит, потом Дадон в плохотняком сделали так, чтобы они могли вернуться в Москву, потом на, на это место, я уже был в Москве, должна была идти, Елена Грицко, все знают, это вице-председатель нашей партии, где, Ленута, овес, лярда, латец, паралит овес, мирас, полна Букуреш, полна Одесса, полна Киев, антитерекция, значит, Дадон быстро сливает плохотняку, что, вот, высадый хочет, как бы, в Москве, там, Грицко назначится, безо, это же будет такое, там, и так далее, и так далее, значит, они меняют закон, что секретарем Совета безопасности президента, может быть, человек, который 10 лет не был в политике, имеет опыт там в силовых структурах, ну, короче, сделали все, чтобы не дать Лене Грицко стать секретарем Совета безопасности, потому что Грицко бы, дала бы прикурить и Дадону, не только плохотняку, в рабочее время, и они технично простроили ситуацию, надо отдать должное, значит, используя человека, которого доверял, значит, мне подсунули, вот этого Артура, который сегодня, помощник Дадона, и он же секретарь Сарбеза, значит, его подсунули, то вот, Ренат, нормальный парень, они в Сибири подходят под себе, то вот, как бы, я позвал его, поговорил, послушал с ним, он говорит, как бы, да, туда-сюда, как бы, я там буду бороться, и так далее, тут Дадон, давайте, 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 ну, в общем, назначили этого Артура, Дадон, как бы, говорит, я там назначил человека Лусатва, а у того на следующий день, там, проинструктировали, там, не дай бог, позвонишь Лусатому, и так далее, но, Артур, оказался чмошником, таким же, как и Дадон, и так далее, ну, вот, и, то есть, вот вам рассказал аферу, которую они провели, потому что понимали, что нет меня, но понимая, что Грицко будет разваливать весь этот беспредел, который у них происходит, и который Дадон сегодня, и Дадон является патроном этого беспредела, крупнокалиберного, как говорит Элиан Каш, поэтому вот как они поступили, поэтому сегодня, ребят, я надеюсь только на граждан Молдовы, надеюсь на всех вас, да, вместе в Фарте Грил, вместе в Дорде Кассе, Куперери Дирео, где-то, Кумама, Ворбес, Ватсап, Принска, Водатсама, Ужонс, Мама, Стейдж, Смопривязка, Мини Ла, Ла, Фейсбук, Диваричи, Да, Обемо Кумуникари, Сперк, Интим, Плапропиаш, Невомедя, Паринс, Ворбини, Ла, Мини, Вести, Дар, Ну, Подфи, Алэтвурди Паринс, Алэтвурди Купи, Ну, Подфи, Алэтвурди Вой, Ну, Подфи, Алэтвурди Болцени, то есть, у них план, понимаете, то есть, унистражаем усатого, как я говорил, все, они, они даже, я вам говорил, представляете, то есть, они прям расписывают, вот смотрят концерты, Дадон так, усатый давал цветы, я даю, я не пою, пусть поет хотя бы Батрынча там, усатый привозил Лепсон, мне надо Лепса любой ценой, на любую, то есть, привеси Лепса там и так далее, кто-то Дадон говорит, оплачивает ему артистов, ну, послушайте, в Молдавии, оказывается, нормально, чтобы там президенту и так далее, там, за него, что-то оплачивали, ну, я оплачивал сам, когда делал больше концертов, когда меньше, на храмы, я просто, мероприятия все привязывают, есть день, города, в Бельцах, в родных фолештах, в других городах, где наши приматы, там постоянно что-то организовано, я не прекратил это делать, просто, у нас больше городов, Дадон, Окни, Сабричаны, Дадон, иди там, выложи хотя бы там, по, по, по действиям, тысяч квадратных метров, брусчатки, там, у нас по стране, сотни тысяч метров, этой плитки уже ушло, а он в двух городах выиграл, вот, те, кто в Окнице, в Бричанах, Дадон, пусть расскажет, сколько он вложил, в каждый из этих городов денег, через фонды, вот, вот, вложил, Куркан работает только на, на сборы, а не на, на раздачу, вот тут вопрос интересный, водоклассик, а у вас есть личная жизнь, кроме плохатенька, послушайте, я говорил, что я принадлежу народу, тот образ жизни, который я веду, постоянная борьба, 10 телефонов, 5 включенных компьютеров, мама даже вот, приедет в Москву, плачет, ну, когда видит все это, да, когда, заходит в комнату, меня не видно, там, из-за сигаретного дыма, постоянные, круглосуточные разговоры, по телефону и так далее, значит, ну, она тоже переживает, ну, знаете, как любая мама, так же, как у вас всех родители, хотят, свику, кивику, у меня поцешку, фемия, лапашть, декрасюн, шашема департи, а, я к маме всегда прихожу с айфоном, вместо неряса, по которому обсуждаю, там, как быстрее избавить Молдавию Плохотнюка от Плохотнюка, понимаете, то есть, мама переживает у всех, да, моим тяжело, они боятся, но многие поддерживают, многие наши, некоторые наши там, мои там коллеги навещают родителей, кто-то созванивается, но, ребят, я выбрал этот путь, вы поймите, то есть, ну, но даже вернемся летом, в это же время, прошлого года, да, когда уже вышел, где Плохотнюк, он сегодня сдерживается, слово, он же обещал летом, слушай, не договоришь со мной, не возьму деньги, я тебе кончу, я мог, играть с Плохотнюком, какое-то время, для того, чтобы понять ситуацию, понять его планы, и так далее, но стать хурканом номер два, понимаете, плюс, знаете, как бы, ну, это точно не для меня, плюс Плохотнюк, с Додоном, пошел по принципу, магини сам, у нас шабун и пинт в тэц, дико, там, сам диферис, ну, шучу там, к этой дибуны, и говори на нас, ну, кунаш тендар, остая ситуация, значит, так, чем проблема, вперед, да, ребята, двигаюсь вперед, ну, двигаюсь, двигаюсь, как могу, я сказал, что я буду биться, пока, в этом есть необходимость, у вас, пока есть люди, которые, что, хотят что-то реально изменить, не сменить одних курканом на других, и снять, убрать одних, кто получает на других, ну, по сути, так, ну, это никогда не закончится, то есть, я потратил здоровье, деньги, поставил крест на очень многих вещах, не от многих вещей пришлось отказаться, потому что я понимал, что это, невозможно, невозможно совещать, поэтому, идем вперед, значит, мы, я очень рассчитываю на вашу поддержку, мы будем идти вперед, да, нас бьют жестко, мы, мы держимся, доходят информация, опять хотят купить, кого-то из советников, мэров, ну, ребят, ну, ну, купят кого-то, но произойдет, естественно, отбор, а так, я благодарю всем тем, которые являются порядочными людьми, тем, которые идут вперед, невзирая на все эти сложности, проблемы, которые, которые у нас есть, у нас нет, где, например, муж, там, координатор нашей партии, жена, там, председатель района, плохотника, понимаете, вот мне там, кто-то написал на них, что-то в сороках, опять, происходит, говорит, слушай, так, говорит, муж, координатор, дадона по сорокам, по-моему, так, значит, она же, значит, жена, по-моему, координатор, а муж, комиссар, ну, подождите, вот, вы верите в такую позицию, вот, представьте себе, там, я борюсь с плохотником, а мужа, кого-то из моих, там, назначают, где-то, говорят, о чем вы говорите, то есть, все там уже у них там, понимаете, ну, мне нравится одно, слава Богу, все больше людей понимает, да, кого-то дадон зомбирует фотографиями, своими телеканалами, плохотнюками, но большинство граждан страны, четко понимает, что смешав, такой, розоватый, красноватый цвет партии социалистов, синий цветом плохотника, просто получается один, голубой, поэтому, ребят, я вам всем желаю, хорошего вечера, значит, любые протесты, любые акции против бандитского режима, плохотнюка, дадона, нужно поддерживать, участвовать, значит, но главная задача, что мы вместе, у нас много, есть сотни тысяч людей в диаспоре, я сейчас, даст Бог, добью в течение 10 дней, вот график работы с диаспорами за рубежом, кто-то прилетит в Москву, кому-то из вас есть, я прилечу, есть страны, куда я могу прилетать, есть страны, куда не рекомендуется вылетать, ну, потому что у плохотнюка там есть какие-то личные отношения с политиками и так далее, что по беспределу не арестовали, там не выкрали, там и так далее, потому что это негодяя будет только обалдеть, вижу, уважаемый человек пишет в комментариях в фейсбуке, голубой, как у Януковича на Украине, ну, послушайте, голубые цвета, они как бы добрые, например, как небо, да, но, когда оно чисто голубое, да, оно у них такое засалено, зашкварено, то есть у них другая ситуация, поэтому, ребят, спасибо за теплые слова, вижу очень много добрых комментариев, делайте, пожалуйста, репосты, в фейсбуке, делайте, там, там, в одноклассниках немного по-другому, там, ставьте поделиться в одноклассниках, спасибо вам за то, что вы есть, я вас никогда не подведу, не предам, пусть мной пугает, пусть рассказывает всякие, страшилки, ну, я такой, какой есть, я вас не подведу, не предам, и в этом можете не сомневаться, поэтому, всем вам хорошего вечера, кто в отпуске, хороших, хороших вам выходных, те, кто работают, ребят, только успехов, ну, будем бороться, идти только вперед, и как, то, что меня поразило, я прочитал это буквально несколько месяцев назад, разница между мной и Курканом, должно быть понятно всем, лучше быть честным и битым, чем лживым и сытым, траск, попорвая, без советства, сярк, это моя форма, сама диск там, я, и, как он,